Начинается. Вот Александр Иванович, я говорю. Ехал с Лешей. Александр Иванович, Александр Русинов говорит. Мне детей позвать во время беседы? Я думаю, если можно, пусть бы они тут побыли. Нас не пускают к Евангелию, к Библию, потому что мы лжем на каждом шагу. Это он говорит, а со спленки. Сейчас должен быть период траура, печали. Я не столь жалею о гибели плоти, сколько жалею плачу о гибели души. Ведь в таком состоянии и оборвать жизнь, в каком состоянии духовном он находился, это вообще гибель. Гибель. Священнику послали узнать, как быть. Отвечает оттуда. Молитесь, все то, что положено. Ну, как думаю, ослушайте священника. Лучше бы, я думаю, не посылал его. Поступил бы по своей воле. Нельзя. Значит, ослушайте, не позволяет сердце. Но как мы говорим, со святыми упокоя Христе душу раба своего. Со святыми. Ведь это же для святых. Считал здесь канон Андрей Федотович. Был 9 дней. Я не могу от слез держаться. Когда дошел до этого места, всю жизнь поработал тебе, написано. Остановился и говорю, увы, нет этого. Надо считать, а Миша эти слова нет о том. Хоть в каноне это и написано, увы. Но Миша не провел всю жизнь в Боге. Сейчас мы должны находиться в печали в Сетоне. Трауры у нас. В понедельник меня дома не было. Я на даче работал. Там и заночевал. Они тут. Федька, Ленька. Учинили драку около остановки. Каких-то двоих пьяных побили. Да сильно вроде побили. Те пообещали не оставить так, отомстить. Я говорю, что вы делаете? Наше ли дело? Наша ли идеология обижать других? Когда мы должны быть всеми обижаемыми, сами и терпеть этих. Это угодно перед Господом. Я им сказал, не пройдет вам это так. Не пройдет. За каждое праздное слово Господь сказал, дадите ответ. Чем мерите, тем вам будут отмеряться. Вот чем вам будет отмериваться. Подумайте. Игнатий Лапкин. Я отвечаю. Вот вы примерно хотя бы последнюю неделю коротко объясните, какое поведение было у Миши. Как случилось? В какой день? Что вам известно? Точно только Александр Устинов отвечает. Как последнюю неделю, так и предыдущую. Все недели были только в том, что, друзья, выпить и искать, с кем подраться. Как я могу опровергать, когда родной отец говорит о сыне? Это с пленки взято. Тут запятой. Прямо искал, потому что он служил в десантных войсках. Там учили дракам, самбо, карате. Это мы их учили. И вот он теперь решил приехать и все это на практике применять. Сразу приезд его чем ознаменовался? Напился, повыбил все стекла у соседей через три дома. Не надо придумывать еще. Это отец говорит. Я говорю, а за что? Не знаю, не могу сказать. Я спрашиваю, а вы знаете, ребята, мы недолго будем здесь. И мне так хочется всех вас видеть. Это я к ребятам говорю. Очень соскучился о вас. Это Леня. Иди сюда, Леня. Побудь немножко. У Александра Ивановича восемь сыновей и две дочери. Александр Иванович Устинов говорит, где там Федя и где Петя? Я говорю, ты думаешь, из-за чего это было? Леня Устинов, родной брат Миши говорит, ну там вот что. Там у него знакомая девушка была, ихняя дочь. Александр Иванович Устинов. Когда он приехал, ну вроде пошел-то я. А я говорю, Мишаня, слушай, жениться надо искать, чтобы она была религиозная. Не надо нам засорять вот так. Сестра наша Аня, значит, вышла как попала. Ольга вторая сестра как попала. А потом их довершай. А они как были безбожники, так и останутся. Я не хочу, чтобы так. Понятно? И так по порядку. Все, вся пленка здесь. Интересно? Это любого. Это все на форуме. Только он родился не в апреле месяце, а в августе месяце. Не знаю, это данные не такие дали. Кто? Ну папа родился. Я когда памятник делал, у него 10 августа рождения. Не знаю, это дети сказали, дети прислали. А у него просто он себе придумал 22 апреля. Ну может быть так, но дело в том, что дети прислали эти данные. А кстати, в августе тоже есть Александр. А вот теперь сейчас я посмотрю, где-то, сейчас, может быть, даже здесь есть. Ну, в паспорте, да. Он, говорили, что он весной. Поэтому он... А почему в паспорте написано? В августе день рождения. Это вот все наша беседа идет. Смотри, сколько. Это все беседа идет. Вот. Это вот сколько идет, это считать. Это все наша беседа. Вот ваша фотография. Это уже она прямо в тексте. У меня другой не было. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры Христовой. Проложение 5. А стихи есть у вас его? Так. Теперь дальше вопрос. Даю несколько выписок из книг, где упоминается об Александре Устинове. Вот где. У знакомой женщины 6 дней назад пропал сын, 20 лет. Она в церкви ставила свечку за упокой. Как ее научили? Но свечка все время гасла. Что это? Суеверие или что-то в этом есть? Какие молитвы ей считать? Она не одеется, что он еще жив. Я отвечаю. Вот обычное состояние неподготовленной души. Ян Златоуст говорит, что страдание от наступающего увеличивается от того, что человек неподготовлен был к этому событию, к несчастью. Вот еще один случай, когда видно, что намного выгоннее быть в жизни пессимистом. И дальше все понимаю. С Александром Ивановичем было. Видите как? Вопрос. И дальше вот я кручу, это все ответ идет. Все ответ, ответ. Да еще не последняя страница. Ну-ка я посмотрю, какое посещение сегодня. Сколько человек зашло на форум. Так. Вчера было 94. 92. Сегодня 87. На 3 человека сегодня больше. Или сколько тут? 13. Чемчера сегодня больше еще. Роботы посещали вчера 171 раз. 176. Что за роботы? Вот так. Роботы. Роботы заходят и материалы разбирают и там разносят паи везде. Ну так сделано. Это вот наш форум. Так здесь материала сколько? Допустим, вас интересует ИНН. Ну, к примеру сказать. Вот сейчас посмотрю. Вот посмотри. Роботы это когда определенную тему кто-то пускает и ищет. Ну-ка иди, заряди слово. Где она есть, он оттуда же убирает робот. Общий поиск. Брат, Сергей, пожалуйста. Сережа, ИНН поставь. ИНН, вот сюда, 3 буквы. Все, ты ткнул, что-то задел в другое. Верни назад. Спать-то охотой. Подожди-ка. Нет, не то. Ты режешь, куда горнул его. Аня, у вас есть кипяточек? Есть, сейчас не делаем. Утром так бронхи болели, я, видимо, постудил. Может, с водом сделать? Ну, не надо. Просто кипяточек. Общий поиск. Три буквы. Заряди. А может, у пирогов поедите с чаем? Нет, напиши пяточку. Пирогов с чаем поедите? Утром, утром. А, ИНН, Адин Дихонович? Что? Пирогов с чаем будете? Никак. Мы сейчас только помолимся. Николай, где? Уже лег, наверное. Все, он ушел. Все, все, шпит. Мы сейчас помолимся. Вот, смотрите. Где? Человек попал в секту. Не одиночество. А где он успеет? Я на кровати поставил. Вот сколько мест. Все, про ИНН. Пожалуйста. Все, я отхожу. Коками. Что, не спит? Начинается. Вот, Александр Иванович, я говорю. Ехал с Лешей. Александр Иванович, Александр Рустинов, говорит. Мне детей позвать во время беседы? Я думаю, если можно, пусть бы они тут побыли. Нас не пускают к Евангелию, к Библию, потому что мы лжем на каждом шагу. Это он говорит. А со спленки. Сейчас должен быть период траура, печали. Я не столь жалею о гибели плоти, сколько жалею плачу о гибели души. Ведь в таком состоянии и оборвать жизнь, в каком состоянии духовном он находился, это вообще гибель. Гибель. Священнику послали узнать, как быть. Отвечает оттуда. Молитесь. Все то, что положено. Ну, как думаю. А слушайте священника. Лучше бы, я думаю, не посылал его. Поступил бы по своей воле. Нельзя. Значит, а слушайте, не позволяет сердце. Но, как мы говорим. Со святыми упокоя Христе душу у раба своего. Со святыми. Ведь это же для святых. Считал здесь канон Андрей Федотович. Был 9 дней. Я не могу от слез держать. А когда дошел до этого места, всю жизнь поработал тебе, написано, остановился и говорю, увы, нет этого. Надо считать, а Миша эти слова нет о том. Хоть в каноне это и написано, увы, но Миша не провел всю жизнь в Боге. Сейчас мы должны находиться в печали в Сетоне. Трауры у нас. В понедельник меня дома не было. Я на даче работал. Там изночевал. Они тут. Федька, Ленька. Учинили драку около остановки. Каких-то двоих пьяных побили. Да сильно вроде побили. Те пообещали не оставить так, отомстить. Я говорю, что вы делаете? Наше ли дело, наша ли идеология обижать других, когда мы должны быть всеми обижаемыми, сами терпеть этих... Это угодно перед Господом? Я им сказал, не пройдет вам это так, не пройдет. За каждое праздное слово Господь сказал, дадите ответ. Чем мерите, тем вам будут отмеряться. Вот чем вам будет отмериваться. Подумайте. Игнатий Лапкин, я отвечаю. Вот вы, примерно, хотя бы последнюю неделю коротко объясните, какое поведение было у Миши, как случилось, в какой день. Что вам известно? Точно только Александр Устинов отвечает. Как в последнюю неделю, так и в предыдущую. Все недели были только в том, что друзья выпить и искать, с кем подраться. Как я могу опровергать, когда родной отец говорит о сыне? Это с пленки взято. Тут запятой. Прямо искал, потому что он служил в десантных войсках. Там учили дракам, самбо, карате. Это мы их учили. И вот он теперь решил приехать и все это на практике применять. Сразу приезд его чем ознаменовался? Напился, повыбил все стекла у соседей через три дома. Не надо придумывать еще. Это отец говорит. Я говорю, а за что? Не знаю, не могу сказать. Я спрашиваю, а вы знаете, ребята, мы недолго будем здесь. И мне так хочется всех вас видеть. Это я к ребятам говорю. Очень соскучился о вас. Это Леня. Иди сюда, Леня. Побудь немножко. У Александра Ивановича 8 сыновей и 2 дочери. Александр Иванович Устинов говорит, где там Федя и где Петя? Я говорю, ты думаешь, из-за чего это было? Леня Устинов, родной брат Миша говорит, Ну, там вот что. Там у него знакомая девушка была, ихняя дочь. Александр Иванович Устинов. Когда он приехал, ну, вроде пошел к ней. А я говорю, Миша, слушай, жениться надо искать, чтобы она была религиозная. Не надо нам засорять вот так. Сестра наша Аня, значит, вышла как попала. Ольга вторая сестра как попала. А потом их довершай. А они как были безбожники, так и останутся. А я не хочу, чтобы так, понятно? И так по порядку. Все, вся пленка здесь. Интересно? Это любого. Это все на форуме. Только он родился не в апреле месяце, а в августе месяце. Не знаю, это данные не такие даже. Кто? Ну, папа родился. Я когда памятник делала, у него 10 августа. Не знаю, это дети сказали, дети прислали. А у него просто он себе придумал 22 апреля. Ну, может быть так. Ну, дело, потому что дети прислали эти данные. А, кстати, в августе тоже есть Александр. А вот теперь сейчас я посмотрю. Сейчас, может быть, даже здесь есть. Ну, это не сломан. Нет, сейчас у меня с ради матери, но он, говорили, что он весной. Поэтому он... А почему в паспорте написано? В августе день рождения. Это вот все наша беседа идет. Смотри, сколько. Это все беседа идет. Вот. Это вот сколько идет, это считать. Это все наша беседа. Вот ваша фотография. Это уже она прямо в тексте. У меня другой не было. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры Христовой. Продолжение 5. А стихи есть у вас его? Так. Теперь дальше вопрос. Даю несколько выписок из книг, где упоминается об Александре Устинове. Вот где. У знакомой женщины 6 дней назад пропал сын 20 лет. Она в церкви ставила свечку за упокой. Как ее научили. Но свечка все время гасла. Что это? Суеверие или что-то в этом есть? Какие молитвы ей считать? Она не надеется, что он еще жив. Я отвечаю. Вот обычное состояние неподготовленной души. Ян Златоуст говорит, что страдание от наступающего увеличивается от того, что человек неподготовлен был к этому событию, к несчастью. Вот еще один случай, когда видно, что намного выгоднее быть в жизни пессимистом. И дальше все понимаю. С Александром Ивановичем было. Видите как? Вопрос. И дальше вот я кручу, это все ответ идет. Все ответ, ответ. Да еще не последняя страница. Ну-ка я посмотрю, какое посещение сегодня. Сколько человек зашло на форум. Так. Вчера было 94. 92. Сегодня 87. На 3 человека сегодня больше. Или сколько тут? 13. Чем вчера? Сегодня больше еще. Роботы посещали. Вчера 171 раз. 176. Что за роботы? Вот так. Роботы. заходят и материалы разбирают. И там разносят плави везде. Ну так сделано. Это вот наш форум. Так здесь материала сколько? Допустим, вас интересует ИНН. Ну, к примеру сказать. Вот, сейчас посмотрю. Вот, посмотри. Роботы, это когда определенную тему кто-то пускает и ищет. Ну-ка иди, заряди слово ИНН. Где она есть, он оттуда уже убирает робот. Общий поиск. Брат, это Сергей, пожалуйста. Сережа, ИНН поставь. ИНН, вот сюда. Три буквы. Фа. Сейчас ты ткнул, что-то задел в другую. Верни назад. И спать-то охота. Подожди-ка. Нет, не то. Ты режешь, куда горнул его. Аня, у вас есть кипяточек? Есть, сейчас не делаем. Утром так бронхи болели, я, видимо, просто делал. Может, седом сделать? Ну, не надо, просто кипяточек. Общий поиск. Три буквы. Заряди. Да. А может, у пирогов поедите с чаем? Нет, запиши пяточку. Пирогов с чаем, поедите. Утром, утром. Аня, Игорь Тихонович. Что? Пирогов с чаем будете? Никак. Мы сейчас только помолимся. Николай, где? Уже лег, наверное. Все, он ушел. Все, все, спит. Мы сейчас помолимся. Вот, смотрите. Где? Человек попал в секту. Неодиночество. А где вы спите? Надо кровать поставить. Вот сколько мест. Все про ИНН. Пожалуйста. Так, все, я отхожу. Кокон. Так, все, я отхожу. Что, не спит? Если по календарю, то, значит, по календарю. А даже в малом мы самохотением своим пытаемся что-то выбрать. А я, ты и сказала, я хотела, чтобы она была... А так и получилось? Ну да. Оказывается, 6 января, да, Евгения, мученица? А, да, я готова. Там и была, наверное. Ну, это другой вопрос. А я прочитала мученик. Почему я мученик прочитала, не знаю. Я вот 28 лет. Постала, 10 июня там. Только Игнатий Ростовский еще дотворец. Я еще не знал, что там Ростовский какой-то. Ну, так Бог дал. Вот умер между мной и старшим. Назвал вот ДИ. Три буквы ДИ. Вот у бабушки сегодня День Ангела. У меня вчера было День Ангела. Вот мы зашли, там были, залезли старобрядцы. Сторож вышел. Зам? Да, да. 26-го день. Сторож Викула. А как у Евграфовича, что ли? Старобрядческую церковь заходили, а там сторож вышел. Его звать Викул, кажется, Евграфович. Да где ты найдешь сегодня Викула и Евграфовича? А раньше, ты знаешь, был правительство Ворошилова. Климент Ефремович. Ну, где Клименты сегодня? Где Ефремович? Так это в правительстве. Это друзья Сталина. А Сталин и Осип Вестарионович. Ну, Иосифа найдешь. А Вестарионович? Только еретик Вестарионов тут где-то под Красноярском. А вы не знаете его? Нет, не знаю. Это антихрист. Он бывший милиционер. Он тут милиционерский бедон был. Я знаю. Тураков Сергея фамилия его. А сейчас стал Богом? Да не стал он. Он стал извергом рода человеческого. Он губитель душ Аполеон. Сколько людей погубил Сатана? Людям не разрешают ничего. Он Бога не знает совершенно. Там волосы отпустил. Ну, Сатана просто. Он сам написал Библию свою. Про него у меня написано здесь есть. Можете встретить. И всякие. Многие придут под именем моим Господь. Многие придут. И будут говорить. Я. Но не ходите, не ищите, не гоняйтесь. И как видно, говорят. Молния от Востока, от Запада. Так пришествие Сына Человеческого. Не в Катостоярской тайге, а с неба явится. То есть он полностью во всем антихрист. У него ни одного шага, ни одного действия, ни одного слова нет божественного. Просто Сатана в образе человечества. Поговорили бы с ним. А? Поговорили бы с ним. Ну, а как? К нему специально ехать. Я о нем очень многое считал. И на форуме много материала у меня в нем стоит. Мне нет никакой нужды говорить. Там находились люди, уже говорили. Может быть, я бы и повлиял, но он не рядом. У меня были такие. Виссариона. Виссарион, знаешь же. А-а-а. В Курагина он здесь, 70 километров. Я в человеческом образе. Он на себя в Богу возомнил. Да. Сам все ест и мясо, и сало. А они одну траву едят с горохом, с этим. Сейчас отразрешил маленько молоко. Я ничего не беру. Только одно, что признаете ли вы Христа за истинного Бога, пришедшего во плоти, искупившего в рост человеческой крови у Голгофского креста? Нет. Сатана. Все. Антихрист все примет. Антихрист обратится к старобрядцам. Скажите, что вам нужно, чтобы вы меня приняли? Ну, что нам нужно? Чтобы храмы давали строить, чтобы иконы старинные были, книги. Все это сделаю. У меня археологический музей для вас. Там православное, что папа, что нужен? Чтобы у нас был папа, ну все. Это Владимир Столовьев описывает. И, наконец, там и там найдутся люди, которые скажут, признай, что Христос, Спаситель, приходил на землю. Не могу признать. И через то, что откроются его рога. Все, во всех течениях найдутся люди, которые его отвергнут. Вот он стучит. Это 3.20. Откровение Иоанна Богослова. Все ставят в дверь и стучат. А что че-то, а где скобка? У двери скобки-то нет. Почему? А где вырисовано? Это сердце человеческое, которое изнутри открывается. Да, это специально, но знайте. Он, роса на кудрях его. И он стоит и нежно стучит. Нежно стучит. Кротко стучит. Песнопение стакан. Кто услышит, кто отворит. Войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. Это каждый раз, когда мы там разгневались, разгневничались. Сердце захлапывается для любви. Вы заметили, когда люди гневаются, каждый повышает голос. Тот громче кричит, а тот еще громче кричит. Почему? А они рядом стоят. Но не кричат, потому что они разделились. Между ними стена. А когда люди любят друг друга нежно, они разговаривают шепотом. А когда бывает там парень, девушка, они вообще не разговаривают. И так все понятно. Я тебя люблю. Я вижу отражение своего в твоих глазах. То есть мы настолько рядом, что даже шепот и то это уже разделяет нас. Как все просто и понятно. Ну а так всегда, допустим, вы сейчас разговаривали нормально. Тот оскорбил, тот повысил голос, а тот закричал. А что кричите, когда рядом стоите-то? Это означает, вы внутренно так далеко, что нужно докричать до него. И когда человек это понимает, ну тогда действительно так, криком делу не поможешь. Вот у нас бывает так, кто-то зашумел, и никакой возможности нет. У меня один ответ. Тема закрыта, встали на молитву. Встали на молитву, с молитвы встали, все по-другому все решилось. Как будто никогда и не было. У меня бывает, Надежда Васильевна, жена, ну что-то там начнет. Ну раньше было, на работу идти надо. А она там свое, что-то там, ну хозяйство там мелочное где-то. Мне это не идет. Я сразу встал на молитву. Богородицу пропел. Сто поклонов. Гляжу, стоит рядом, молится. Я за стол сел, она маленькая погоня, и опять что-то ей надо. Я положил ложку, опять в угол встал, опять молится. Три раза уже на работу. Я ухожу, не поел. Я и переживаю, и море. И больше, больше не слышал. Молитва разрешает все. На молитве преграды, камни, Господь их разбрасывает, убирает. И во свете другом я уже вижу то, о чем молился. Вот сейчас мы были, я говорю, говорили, завтра у нас встреча с митрополитом, то другое. Все будет по-другому. И вот встали утром и поехали. Едем, торопимся, там дождь, там дорогу ремонтируем. И так это было трудно, там мы даже опоздали. Пришли, там полная комната людей нас ждет. Просто полная. Все приготовлено для съемок, священник сидит. А священник был против собирать людей. Когда мы проезжали, я ему стал говорить в Тайшете. Я говорю, собери. Ну как их соберешь, это люди? Я говорю, вот так, у тебя приближенные есть, ты объяви им. А они объявят другим. Кто хочет быть на беседе, дайте свои телефоны. И как ты им бряхнешь, а эти трое-то сразу всех оповестят. Ну и получилось, так приехали, люди все сидят. Мы обеседовали, у каждого вопроса свои. И как будто мы давно знакомые были, как Слово Божие объединяет людей. И ничего нету, иного, как только желание познать волю Божию. Ты с нами, Господь, и мы с тобою. Доведи до желаемой присты, не до старствия твоего. И будет у тебя с Александром Ивановичем желанная встреча. Александр Иванович, это герой веры. Я помню, как-то разговор был у него, сидели. Ты же не обидчивая? Нет, она не обидчивая. Не обидчивая. И сидим за столом. А я говорю, вот Сынск, Иванович, вот теперь тебя опыт уже, детей столько нарожал, назад вернули. Теперь ты женился бы на ней? Нет, не женился. А я говорю, а ты? А я бы вышла за него замуж. Она говорит, а я бы за него вышла замуж. Ты помнишь такой разговор? Нет? Ну, сходится, так? Так, так оно. Даже нас не забыла, но это из ее характера. Нам, конечно, молодым, я не женатый, было весело, смотрели. А его можно было понять. Из-за того, что она плохая, то другое он видел. Она любящая и много потворствует детям. Ну, поблажки, как говорится, дает. А он сильно от этого переживал. И у меня на магитофоне все это записано. Опровергать никак нельзя. Я включил Александра Ивановича голос, слышится. У нас было это где-то. Все есть. Когда Мишу-то убили, я проехал по всем, и пленка называлась «О смерти». Там Андрей Федотович, Аня, говорит, там, все к вам пришел, ребятишки, вспоминают. И он рассказывает, как пришел, как в морге увидел. А я дальше о смерти. Там статьи большие, стихотворения. Очень хорошая пленка была. Ее по всему Союзу раскатили. И звонят, а у вас смерть еще есть? Мне две смерти пришли. И так звучало. Ты говоришь, там, твой голос сохранился. Ну, Игнатий Тихонович, я хочу вас перебить. Невозможно детей воспитать так, как ты хочешь. Невозможно. Они вот такие, как вот мама и папа. Ну, деда могут еще пойти с бабкой. Вот я честно вам говорю. Вот ты им вталкивай, вталкивай. Они вот вырастут такие, какие вот мама и папа или бабушка, дедушка. Невозможно их воспитать. Ты делаешь так, вот что, вы плохо их воспитывали. А все-то одного разные, 10 штук и все разные. Знаете, у нас на форуме стоит, они такой, как клип называют, или даже как фильм. Яша плащет. Одна приехала с ребенком, 20,5 года. И он у матери все, что хочет, достанет слезами. А я ему тогда, он ревет, я взял кружку, он до сих пор на плащ, чтобы ехать. Это все заснято, это фильм где-то. И он ревет по-настоящему, голос такой, как труба. Потом я убираю, говорю, ладно, без кружки плащ. И он так смажется и плащет. А он просил у мамы ручку, мама не дала. И он теперь маму на колени поставит. А дома бабка. А бабка, ой, да отдай-то ему, пусть не плащет. А я тогда говорю, как только ребенок рождается, бабок уничтожать надо. То есть убирать их. А они портят детей. Это невозможно. Я не призываю, говорю, к этому. Смысл такой. Они просто детей балуют, внуков. И, наконец, я им показываю, какой яша, какой он послушный. Из-за чего? Потому что я, его ущи, у меня рядом растет крапива. Крапива. Хорошая крапива. И вот утром, каждое утро, когда дети садятся обедать, А я на кусочек тру морковку и даю ей дежурному, говорю, Неси Яше. Он ел всегда. Ему подают. Мама передала. А он не ест. А мама мне сидит рядом и говорит напротив. А Яше не ест. А перед ним хлеб лежит, он не ест. Я тогда вот так поднимаюсь со скамейки. Он их дал, меня проглотил сразу. Я даже не подошел, уже проглотил. Пацан до того толковый. Но они его избаловали невозможно. И это все на пленке. И его там в ютубе разнесли по всему эфиру. Но вырастет большой, будет хороший. А Бог его знает, конечно. Но учить надо. Не будет плакать. Соломон говорит, не жалей розги. И не возмущайся криком. Родилась дочь, а отец потеряй сон. И не дай Бог, она осквернится при отце в своем доме. Она достойна смерти. Дочь это тайная, постоянная забота отца. Не показывая веселого лица. Сираха. Это все в Библии. Ты сам знаешь, как у евреев было. Как у мусульман сейчас. Если она осквернилась, стала не девушка в доме отца. Ее немедленно нужно уничтожить. Ты понимаешь или нет, что ты сделал? Фактически с твоим попустительством, с нисходительностью. Ты погубил эту душу. Это у нас тут вертеп разбойников и блудодельная страна. Содом и Гаморра. Но в других странах не так живут. Я сегодня ребятам рассказываю. Приехали наши журналисты в Египет. Он идет и говорит с той журналисткой египетской. Идет, ее под локоть взял и разговаривает. А она говорит, это нельзя делать. Он говорит, а почему? Я же не женат. Она говорит, я знаю. Но вот полицейские, они сейчас заметят. Они подойдут и скажут, это ваша жена? Нет. Он говорит, паспорт покажите. Если есть венчание православное, там ничего. Это сразу арестовали в бою в тюрьму. Там по 40 раз палка и вон из страны. Вот и все. Ты сначала как-то в сторону ехать в Саудовскую Аравию. Познай законы тебе. Узнай. Иначе тебе дорого это отобойдется. Не хотела бы это. А у нас никакой нужды. Палкой 40 раз. Ничего себе. Да я бы хотел. Не хотела бы 40 раз, чтобы мне палка. У меня никакого этого нет. Разрата-то. Все понятно. Ну в том смысле, что нет. Надо, чтобы разврат не из-под балки. А чтобы люди осознавали, что разврат это грех. Все. А чтобы 40 раз тебя еще побили, это вообще. Какой возраст? Бабушка. 89 лет. Я вас как-то называю Нюра. Не обижаюсь. Это всегда. А тетя Нюра. Нет. У нас соседка Нюра была. Не нравится. Я очень прошу. Вы мне слово дали, что книги у вас никто не испортит. А кто и не испортит, никто. Им книгам цены нету. Нету. И никому не отдавать. Это вам и детям вашим принадлежит. Кто-то коснется. И вот здесь вы найдете ответы на такие вопросы, которые давно вас жгут. Вы даже сами не знаете. А уже Новый Завет, это полное толкование всего Нового Завета. Вот мне такое надо, а то я не понимаю. Это если Петя вникнет, он будет смотреть и читать. Потому что это Слово Божие, живое Евангелие, послание и откровение. Все толкование до последней строчки. Как святые отцы понимают. Никак там я, там Таня Маня, как святые отцы. Это блаженный хефилаг. Он очень популярный у старообрядцев. И 900 лет назад он это сказал. Это все здесь запечатлено. Ну и иллюстрации того стоят. Посмотреть. 240 иллюстраций. Интересно. Мы очень хотели это сделать. Я два года искал, как это сделать, иллюстрации покрасить. И наконец все сделали. Потому что псалтырь говорит, и все, что не начнет, успеет. Это побивает Стефана, первомущеника. Седьмая глава. А это восьмой том. Это Бавиловская башня. Вот они строили. Эти картины раскрашены там. Это Гестава Дорет. Это лучший иллюстратор. У нее, видите, как перспектива. Как она смотрится все. Открытым оком. Кверху строчка. Кавычки показывают, что нельзя считать оком. Потому что оком и кавычки. Открытым оком и кавычки. Вот это, они как будто бы седьмой, восьмой том похожи. На самом деле нет. Здесь по белому, а здесь по золотому белое. Это мягкий переплет. Вот это на льняной основе специально такая бумага делается. Не было средств. А стрематься от этого тома уже в твердом переплете. Третьих томов открытым оком. Спаси Христос. Слава Иисусу. Мы сейчас будем... Раз себе ноги остригла и все. Я как уж не имею право. Это уже мои фотокарточки-то. Ну у меня они не зародятся. Она у меня по одной плачке будет ходить. Почему? Сегодня не есть. Сегодня пост. Она знает. И я молитвой ее давлю. Она что-то готовит здесь. Я сажусь. Она на стол подала. Я ей охота что-то там сказать. Ну бурчать начинает. Для меня это отравленная пища. Я ложку положил в угол. Богородица, Дева, радуйся. Пою. А вернусь, она рядом стоит. Молится. Она молитвой все ошибает. Сел за стол. Она утихла, маленько погоняла Надежда Васильевна. И опять заскорбела. Я опять положил ложку и пошел опять молиться. Раза три теперь на работу идти я не поел. Вот ей теперь печально. Она сготовила здесь. Я не буду. Твоя пища. Ты делала, да, злобилась тут. Она живот прожигает. Ну, вон еще. Поняла? Ага, вы сейчас есть будете? Да, именно так. Значит, вот, матушка, просьба моя к тебе. Сейчас мы поедим. Мы тебя возьмем в машину. Один из нас останется здесь. Женя, сезем на кладбище. Согласись. Мне трястись не могу. Я не понял. Она трястись не может. Причем сломано. Да, креститься не надо. Трястись. 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 А, трястись. Все, тогда остаешься. Вы Женю-то отпустите с нами? Да, да. А нам могилу знаете ли я? Могилу-то знаю. Все, больше ничего. А, трястись нельзя. Все, все. Снято. Спаси Христос. Мы оттуда вернемся и даже заходить не будем. Только берем Сергея, он с собакой остается, и мы уходим. Я вам с ней сегодня много поговорил. Ну, я всем доволен. А чем я недоволен, я сказал. Я недоволен чем-то был. Сказать слух? Хватит. Скажите, конечно, что у меня нет шторок. Шторки должны быть вот тут плотные, и они должны намного дальше заходить. На уровне этого, где верхняя перекладина. А вторая шторка на полное окно. Чтоб с улицы никто вас не видел. Это не просто опасно, а смертельно опасно. Люди, которые высматривали, ага, так, молодая девчонка, они все это видят. А видно когда? Днем не видно. А когда видно, свет включает, как на экране. Это единственное, что мне очень не понравилось. Я вчера покрутился, покрутился, ну ладно, здесь задернули. А если на свет бы включила, а шторки нет, я в комнате не буду стоять. Я наклонюсь, чтобы меня не видно было, и ползком выйду на улицу. И она, главное, согласилась. Я говорю, да ты не старообрядка, что-то соглашаешься, за стол приглашаешь людей, которые не твоего как бы вероисповедания. Да тебя за это еще гнобить тут будут священники-старообрядцы. Не будут никто. Ну если бы мы, вот я думал так, сейчас мы Вале позвонили, там СМС бросили письмо. А она, ну это Петя дома, скажет, еще что, не кальян тут встречать. Я говорю, мы машину поставим около окон, он выйдет на улицу, уходите с моей территории. Я так, как, ну, как Федя. Мы бы на улице там машину поставили на ту сторону, и здесь бы ночевали под окнами. Все это засняли. А потом бы показали руководство, епископа, митрополиту, там, кормили. Вот смотрите, вот в чего бы приняли людей. А эти нормальные люди были. Но, находясь у вас в церкви, они сделались, как демоны злобные. А написано, странника, приветил, накормил. Ты принял пророка во имя пророка и подал чашу холодной воды. Ты дома сидишь, ты получишь награду полную, как пророка. Это нам Евангелие говорит. Но получилось не так. Валя говорит, все готово, дом большой, вас ждите. Я говорю, еще раз переспроси. Она, все хорошо, поезжайте. Она вам эту баню приготовила. Ну, мы смыли себя, все-таки всю дорогу едешь, пыли, там ремонтируешь. Конечно, конечно. Мы очень довольны. И это засняли. Володя все это увидит. Представляете, живая мама, как мы с ней говорили. Может, у тебя наказ какой будет для Володи, для детей? Ну, да, что у них все нормально, все. То есть они все слышали, все знают? Да, конечно. Вам уже сколько лет? 89. 89. 89. Ты на 16 лет старше меня. На 16 лет. Дай Бог вам дожить еще больше. Дай Бог, что он еще дожить вам больше. Спаси Христос. Я хотел спросить, Александр Иванович, что в этом доме и умер? А из-за чего у него было, когда он был, вот, парализация у него произошла? Какую-то трубу что-то тянули? Нет, видите как, вот во дворе, вот сейчас в бане, там это... Бурили шкважину. Да, да. Мы не бурили, бурили это там, где-то, а это копали. Копали. Ага. Ну, колодец. И вот Виталия, это, ну, в начале воды было мало, потом все, это, там, затягивать, затягивать, затягивать. Ну, Александр говорит, давайте почистим, ребята. И вот Виталия был там в колодце, а отец вытягивал. Коловоротом. Да. Ага. А Петя таскал. В это, таскал в сторону. И вот в том вечером все это хорошо, было нормально, помолились, и были спать. А утром я рано слышу, что такие шаги какие-то, знаете, как пьяный человек ходит. Подошла к нему, он в маленькой комнате жил, спал. Я говорю, что с тобой? Да, говорит, у меня что-то рука онемела, и вот весь бок онемел. Я говорю, надо вызвать скорую. Да нет, не надо, как раз 8 марта было. Сейчас они там празднуют, все. Я говорю, нет, надо вызвать. Настоял, не надо, я отлежусь, и все. И вот в 12 часов, слышишь, я вышла, а потом захожу, что какой-то храп какой-то. Подхожу, а он уже, это, его пролиховало. Ну, вызвали скорую. Значит, все. Это от натуги, наверное. А от натуги, да. Ну что, я помню, когда были здесь, то он левый кое крестился, и у него здесь выбито было дырочки, и зашили. Он выдолбил в костюме. Он лагомолился все время. Ну, я не знаю, конечно, это мое личное, как говорят, может быть, субъективное мнение, но мне кажется, что Александр Иванович в раю. Это был человек глубочайшей веры, любви. Я все вспоминаю, как он меня привел первый раз к себе в дом, и прописать надо мне было, я же приезжий был. И он сразу показывает мне, ты будешь жить у меня, я говорю, где спать, у нас свою кровать. А кто, я говорю, спит на ней я, а ты где? Ну, я рядом буду возле постели. Понимаете, вот такая семья, 10 детей, и где бы еще не собирали деньги кому-то помочь, он везде всегда был участник первый. За 60 километров из Китима, это только до города, там еще пересадку делать. И чтобы он там пропустил без нужды, вообще это никто не знает. Он молитвенник был большой. Да, он так и говорил, господи, хоть бы мне до конца жизни молиться можно было. А вы знаете, что у меня есть записи его голоса, как мы беседуем? Нет. Это у меня есть все, и кажется, они у меня выставлены в интернете. Так, мы за стол садимся? Садимся. Так, молимся. Видите, как чудо Господь устроил. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и Син на небесе, як да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем блажняков нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое, истарство, сила и слава вовеки, аминь, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и не пристанил вовеки веков. Понимаешь, мы вот такие и оставляем. Потом к нам все обращаются, а покажи. Он как-то разозлился, вообще даже, которым там венчались, а все поджигал фотографии. Это мы так посолились. Насторобряться, это свойственно. И нету, и нету теперь у нас ничего. А ради чего это он сделал? Ну вот рассердился, мы с ним поругались, и все, он рассердился, не на зло взялся, сжег все. Это старобряться. А я говорю, ну и делов, фотографии, я тебя так не забуду в жизни. Юра, самое главное качество старобряться, это свирепость и непрощение. Это особое качество только у них. Это нет ни у одного сектанта, ни у кого. Десятилетиями дуются, 300 лет Никон нет, Никон, Никон. Да Никон, ты не знаешь, где есть. Они, если кого-то не зубили, все, пропащее дело. На примирение не идут. Нет. Я знаю, потому что это мой корень, я старобряться. Тоже корень, да? Да. Я это хорошо знаю. У вас родители старобряться были? Да. Да то удивительно еще то, что ты так рассуждаешь. Я вчера подумал, что ты не коренная староверка. У меня бабушка с дедушкой старобряться. Ну что они не были такие, как все. У тебя такой открытый характер. Нет, у нас никто не ругался никогда. Да, никто не видел. А для старобряться, это... Не свирепый был. А ты Вову Долгого знала? Вову Долгого знаю. Да. Федя, ваш родственник, брат твоего мужа, это настоящие старобряться. Свирепые, непримиримые, дрочливые, злобные такие. Это истинный старобрядец. А вообще у Стенова все такие? Нет. Да, да, да. Понятно, что это не должно быть именоваться. Христианин это истощающая любовь. Христианин это всеобъемлющая, непрерывная внутренняя радость. И он не то, что прощает, он просто не обижается. Обида это не христианское качество. Да, да, да. Мы идем за Христом. Христос жить должен в сердце. Жизнь, в нашу жизнь Христос должен войти и преобразовать ее всю. Как свободная минута, чтобы дочка не скучала. Сама с ней сядь, обними и скажи, Женечка, давай посчитаем, что нам Господь говорит. У вас столько всего сейчас есть. У сегодняшнего, вчерашнего вечера, когда я вам подарил эти книги, 14 книг, статус вашего дома совсем другой. Кто бы к вам не пришел, ты не болтай с ними ни о чем. Болей, кощу-чуть, до долгости. И дальше вот этот трехтомник, и начинайте читать Евангелие и толкование. И сразу, а мы поступаем так или нет. Это все закончится. Туда мы ничего не возьмем. Но это лишнее потянет туда. Мы для того и встретились с тобой, дорогая. Ой, а вы знаете, 144 тысячи спасутся евреев. Евреев, 144 тысячи. А мы не евреи. Да, только все это евреи. Только что мы не евреи, вот что интересно. Спасение не означает, что мы не спасемся. В спасении все одинаково. Это хитрый уловка сатана. Евреи спасаются, а мы нет. Да наоборот. Сегодня дверь открыта язычникам. А для евреев она чуть-чуть приоткрыта. Но потом откроется и для евреев. Остаток спасется. И апостол Павел в послании к римлянам об этом и говорит непрерывно. Сегодня время открыто для нас. Дверь через дом Корнилия. Десятая глава Деяния апостолов. И всякие, написано, кто призовет имя Господне, спасется. Там говорится об истории израильского народа и как это будет дальше в вечности. Просто остальные народы, татары, не описываются там. Просто не говорят. Но Господь есть Бог всех народов. Господня земля, что наполняет ее. Все об этом говорится. И поэтому идите к язычникам, проповедуйте Евангелие, несите. Вот мы чем занимаемся и едим. Раз тоже поссорились с Петей, а он сделал такую скамеечку, маленькую, красивую, деревянную. И со мной это что он будет делать? Он схватил эту скамеечку, поломал все, на печку сложил, сжигать будет. Думает, я буду плакать по скамеечке. А я говорю, ну ты сделал, ты сломал скамеечку, что теперь сделаешь? Это даже вообразить невозможно, чтобы христианин, я бы ни на ком нет. Ну, он так вот свои эмоции, а куда их девать? У христианин нет их слов эмоций. У христианина написано, радуйтесь еще раз, радуйтесь во Христе. Это постоянно источающийся свет, радость. И вот так вот он злится не только на человека, а злится на вещи неодушевленные, скамеечку сломать, дверью хлопнул, пошел. Да, да, да. А что теперь здесь? Я знаю. Я просто знаю, что это именно так. Это не должно жить близко. Это ничего христианского нет. Это означает, что душа невозрожденная. Он остался плотским такой человек, не свидетельцем, а то муж тебе, он не муж. Этот человек не знает Христа. Он стал Христом, не живет. Ну, по привычке, родители ходили. И я в этот дэм хожу. Родился бы среди мусульман. Он был бы мусульманин, ходил бы, стрелял, глотки резал. Это уже готовое. Ну, это получше, папа. Старая брянца. Они не могли восстать по-настоящему никогда против так называемых Никаньян. Только Емельян Пугачев где-то. И поэтому они вот из-под тишка это все делали. И в семьях лютовали. Вот сколько знаю, Андрей Долгов был там за указку. Непрерывная борьба. Не так ноту сказал. Не так крюк написанный. Как это вы взвернуть и на крюк повесить. У них непрерывная свирепость и злоба. Они не могут без этого. Они искусственно выискивают врагов. Если врагов нет никого рядом. Он постоянно, ты аспопасайся, вокруг него кучкуется демон. Он обязательно должен сорваться. Вот вчера я вспоминал. Здесь, в этом доме Александр Иванович жил же. Значит, здесь собирались люди. И я еще вечером накануне видел, как галерея. И оттуда вереницы лезут демоны. Я боюсь с ними. И вечером пришли люди встречаться. И точно так все и получилось. И те же слова, которые я видел, я только утром сказал. Мой. Да ну да как, да тут такой дом. Специально собрали людей, чтобы со мной встретиться, побеседовать. И вечером здесь разыгрался. А такой шабаш. Из-за чего? Персты не так. Я возьми и скажи, что Бог не смотрит на пальцы, смотрит на сердце. Мы молимся так. Мы здесь-то так научим. Ну правильно, мы так молимся. Первые христиане молились одним перстом. Златоуст говорит. Уже в Златоусту не верят. Эти молятся в честь Святой Троиства. Но не Троица умирала. И не Бога человека. Умирала плоть. Потому два и три это в этом элемент ереси. Это надо рассудить. На кресте умирала только плоть. Не Бога человека. Божество бесстрастное. А крест это вещественный. И поэтому на кресте Христос получил пять ран. И католики молятся. Все пять пальцев. И он показывает. Ты шест, шесть неба ради меня грешного. Меня стоящего на левой стороне переведи на правую. Я не католик. Не молюсь так. И посредством пяти твоих ран показывает. Спаси меня. Ты за меня кровь пролил, Господи. Твоя причистая кровь обывает мои грехи. Тут все понятно. Это правильно. Почему у нас не хотят задуматься даже об этом? Они хотят задуматься потому, что нет соединения. Я вчера привел это римлянам 8-9. Кто Духа Христового не имеет, тот не его. А рождение свыше старобрядцы 300 лет. Они не слышали и не знают даже этого. Рожденный и нерожденный человек. Ну скажешь, абортированный. Он мертвый лежит. Он не может пищи просить. Так и в духовном плане. Человек, который как бы принял крещение, а потом ничего не знает. Это абортированный. Для Бога его нет. То есть он есть, ну как дрова, пакли, в ад. Если Духа Христова не имеет, человек в район никогда не попадет. И поэтому мы непрерывно должны молиться. Царю Небесный Утешителю. И же везде сын. Вся исполняет сокровища благих. И жизни подателю. Говорит, приди и вселися в нас. Говорит, о чем упадет? Спаси, спаси, очисти нас от всяких скверных. И спаси, блажь, души наши. Приди мы. Да он же с нами был. Приди. Когда Иоанн, это сказать, Давыд согрешил. Аккуратно. То он совершил страшные грехи. Сужую жену отнял. Хозяина убил. Ну, избави меня от крови Божьего, Божьего спасения моего. А говорит, не отними от меня Духа Твоего Святого. То есть Бог не отнял. Это Иоанн Златоус толкует. Он не говорит, возврати мне Духа Святого, но не отними. Наша забота неприставная, чтобы ходить, быть водимыми Духом Божьим. И все водимые Духом Божьим, они особое благоухание издают. Павел говорит, мы даем запах живительный на жизнь и смертоносный на смерть. Запах. Возлюбленный мой, как кисть кипера у моей груди. Песня песня написана так. То есть Христово благоухание о нас распространяется. Несколько слов сказал, все знают, это христианин. И почему ты в таких скальвях, бедах радуешься? А он всегда радуется. Я буду внешне печален, а всем понятно, внутри у меня полыхает огонь радости. Это Бог делает. А вот и люди, которые там даже вещи там сломают, так делают. Ага, понятно. Которых я знал, любили пирожки пожарить. Из 10-ти 9 умерли от рака пешечника. Об этом писали и говорили. Его нынче готовят растительное масло так, какие-то там фазгены там, ну проще. Ну вообще его есть нельзя, масло это такое. Как они сейчас готовят его. Как вообще что? Ну как готовят, вообще его есть нельзя. Ну понимаете, я говорю то, что я знаю и научить свою жизнь. Ну вот мне 73 года, если это время не было. Я еще ни одной таблетки не съел. А я где мотаюсь и что, я претерпел. Это вас никто не видел тут. А у Петя все болит у нашего. Может быть ты и виновата. Желудок болит. Так болит. Сердце болит. Там что еще, ноги болят. Ладно, а рост какой у тебя? Ну метр шестьдесят. Метр шестьдесят, а вес? А вес, вес на 80 с лишним килограмм. 80 килограмм, значит минимум 30 килограмм скинь себе. Ой, а буду тогда худать. Минимум, а значит у тебя сейчас диабеты, гастриты и все это будет. Да, ну, ну, ну. Запомни, толстая щелева не рождает тонкие мысли. Походу будет мало, а почему человек толстый? Я тебе скажу, четыре причины. Давай, папачика. Первое. Самое натуральное обжорство. Лишние калории. Да, да, да. Любит там пышечки, мышечки там все это. Ну, ну, ну. Так, второе. Какая она не трудолюбивая, пчелка, но лишний раз не пропотеет. А с этим не согласны многие. Но это так и есть. Не пропотеет. Самая натуральная леность. Леность. Это ты должна в три раза больше делать, что ты делаешь. Вот. Третье качество, которое стоит за ней. Почему человек толстый? Это сонливость. Днем маленько прилечь где-то. Вроде усталость какая-нибудь. Да, да, да. Меня, лежащего на постели днем, жена за 46 лет не видела ни разу. Никогда не позволю. Даже падать буду, уцеплюсь, но не лягу. Почему? Это моя жизнь. Один раз уступил, плод тебя давит. И почему апостол Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это враг наш. Мы должны сделать это другом, как рабом. И четвертое качество, почему человек толстый, беспечность. Беспечность вообще беспечность, ага. Ну что, все согласилось, так? Давай, начинай, начинай трудиться, все это прижми. Тут, может быть, сухарик, все это замени, разное убери. Да, 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 да. Да, и это у тебя уйдет. Ты забыла, какая ты должна быть. Разве это такая была? Да только у Петя не поднял бы на руки. А он не поднимает, он надорвется, сразу грыжа получится. Так, я хочу... Еще более себя заработать. Так, я тебе больше раз... Так, что-то ты называешь еще? Нет, нет, нет. А что я... Сколько тебе лет? 42. 42. Значит, ну, можешь слушать меня в этом, а сама принять или не принять. Значит, ты когда в церковь идешь, собираешься, как ты подготавливаешься к этому, чтобы пойти в церковь? Ну, как, одеваешься, кумно? Одеваешься, все. И на этом закончилось. А ты поставь себе правило такое. Господи, я иду в храм твой, и оттуда должна прийти другая. Если ты в храм Божий идешь, ничему не научил, а злаца узберт напрасно дворы топтал. Вас не учат, а ты научись. Там и пришла, и священник не учат. Сколько служба-то идет? Ну, это вечером 5 часов, а утром 3 с половиной. И сколько ты 5 часов стоишь? Сколько ты натурально молишься, с Богом соединяешься? Сколько? Ой, мало. Ну, сколько? Ну, мало, я не считаю. Ну, ты вчера сказала, что минут 15. Ну, да, да. А остальное о чем думаешь? А о чем попало? О! О чем попало? О чем попало? И когда не идешь в храм, приготовься. Господи, мысли направь себе туда. А почему раньше не уходишь? Ты сама знаешь, почему. Ну, как и было неудобно. Я раньше уходить. Ну, вроде как-то привязаны к этому, люди еще подумают все. И ничего нельзя сделать. Поэтому Библия должна у тебя на столе быть все время. Открыла, Господи, я пошла в храм. Глядя на образа Божии. Помоги мне подражать тем, которые здесь изображены. То есть начинай то, что не понимаешь, там, в церковном, на русском языке, к себе применять. Ты выйди оттуда обновленная. Храм – это больница, лечебница. Или поешь согласно, что это происходит? Согласна. И каждый раз так делай. И дочь свою этому ночью. У тебя две дочери. Две, да. Послушные. Послушные. И внуки. А внучка, не знаю, балл она, наверное, будет. Я бы вчера сказал, что когда только рождается внущик, баба как будто надо ликвидировать. Они самые главные вредители. А мы ее увидим только в воскресенье. А у бабы главный лозунг – спи дольше, ешь больше. Все. Нет, я ее воспитываю. Она орет, я ее не трогаю. Твоя комплекция, вид, говорит о том, что ты не можешь на ее повлиять реально. Ты сначала себя сдвинь. Ужли. Должна быть тонкая, звонкая и прозрачная. Да, да, да. У меня бабушка была не тонкая, звонкая. Мама не тонкая, не звонкая. А я тем более тонкая, не звонкая. Как еще? Смотри, как говори сюда. Сама к себе возьми. Вот здесь вот. Чтобы вот так у тебя воротил человек, был грудь скроет. Это самое ценное у женщины. И это по стихиям мира. Что толку, что мы... На кого-то осмотрел, как мусульманки одеты. А, закрыто все полностью. Все закрыто полностью. И дочери скажи так. Это целомудрие. И это никому не надо. Муж тебя видит и другое. А другим это не надо. Это твое сокровище. Значит, вот здесь вот такую пришель, любую заплатку. А ладно, пришель. Поняла? Понятно. Обе с вами. Понятно, понятно. Давай. Так, все надо сварилось, и масло потом, да? Потом, ну, соли. Сколько надо? Без рук маленьких, да? Когда снимешь плиты. Возвели вчера, что мне рассказывала про Матрону. Как тебе было? Мощи были? Ну, мощи... Как? И кто тебе еще говорил на это? У нас здесь такая толпа была. День и ночь в церковь шли, шли. Сабаканы, Снакасии. И это всюду. Это все в православной церкви? Да, да, да. И что вы, кто видел? Ну, мы уже поехали с мамой, да? К Матроне-то. Потом очередь большая, я говорю, мы тут не выстоим. Приехали назад. Ну, я говорю, пойду у Леонтия спрошу, а то не дай бог нас... А Леонтия это кто? Батюшка наша. Ваш. А фамилия его, знаете? Фамилия Скачков. Старо Брящевки в Минусинске. Да, да, в Минусинске. Он подчиняется Силуяну, айпископу? Да, да, да. Как? Силуан Килин или Силин? Ой, я не знаю фамилии их и никого. Ну, ладно. Как фамилия Силуян, как фамилия? Килин или Силин? Килин. Так, ну и что дальше? Ну и что, и вот он сказал, что у нас святые только вот Невский Александр, Николай Чудотворец. И то они, говорит, наши мощи забрали себе там. Типа, не показывают. Это не надо ходить и поклоняться. А это сделали они рекламу, сделали наживу, сделали, чтобы денег побольше содрать. И какое-то явление было, что ты говоришь? Да, явление было. Это даже по телевизору показывали. И вот Солнце, и вот круг Солнца вот такой шириной, вот так вот ровный круг, темный. Ну, людям это не сделать было. Нет. Чтобы это, ну, взялись там ни коня, ни сделали этот круг вокруг Солнца. Нет, нет, нет. Ну, значит, тут только так или Англога, или Бесовское обольщение. Тут два варианта только остаются. Не знаю, никто не знаю. Она может делать все это дело. Ну, и вот, и хотел услышать теперь об Александре Ивановиче. Что-то ты говорила, как готовилась ремонтировать и... Ремонт делали мы на кухне. Помнишь, ремонт делали на кухне? А он болел. Он говорит, мне умирать пора. Я говорю, ну, рано умирать. Надо все сделать, порядок навести. Чтобы родственники приедут, скажут, что тут все грязно так. Ну, и вот он... А он согласился. А он согласился. И на одна неделя или две прошло, уже не помню, сколько прошло времени-то. Все коврики вычистила на снегу. Это время, февраль же был, да? Это холодно было уже. Он сидит на кровати и говорит, ну, что ты, убрала все. Прибралась. Я говорю, да, все. Он говорит, ну, умирать можно? Я говорю, можно. И вот он в эту ночь умер. По приказу делается. Это только у святых так делают. Я рассказывал вам Марка Пещерника, как один могилу. Он не успел ему выкопать. Пришел и говорит, братья гневаются, что я не выкопал могилу. Он не успел просто никак. Ты уж подожди пока. Он лежал, хлопал глазами, там, сколько они, пока не выкопали могилу. Выкопал. Говорит, брат, пора. Он говорит, хорошо, закрыл глаза и отошел. Видите, это житие перекликается с перекладом, называется, экстраполяция во время на сегодняшний день. Это многое, что в нашей жизни бывает. Это нужно зафиксировать и передать следующему поколению, что Бог жив. Бог являет себя, чтобы мы веры верили. Я бы сказал, что вот Нюри, она для меня Нюра, как с каждой Аней. Я остаюсь с вами в молитвах и в книгах. Вы остаетесь с нами в молитвах, а нас, кстати, будете молиться. И о том, что вот так открыто записали. Для меня это откровение, что среди старообрядцев вот нищеманливые, с таким приветом. Даже я сказал, а тебя там священники не будут гнобить-то? Говорит, а она свободно так-то прошла мимо, как будто нет ничего. Я говорю, так мы тут где-нибудь уж там у порога сядем, чтобы в комнату не заходить. Ваши иконы-то не запоганить-то. Если вы нас считаете неверными, мы соглашаемся с этим. Да, мы грешные. Она нет-нет проходить, вот готовит им. А я о ней забочусь, а она ей много внимания. А может наоборот, вы приехали, может что-то у нас, какое-то чудо произойдет? Ну вот это чудо произошло, что мы встретились, это главное чудо. Ты не поедешь сюда? Что мы о Христе говорим, чтобы Христос вошел в этот дом. Изгнал все, что не нужно здесь. Чтобы мы были водимы и Духом Божиим. Чтобы Бог нас не только водой, но Духом Святым крестил. Погрузиться в благодать Духа Святого. И тогда у нас все другое будет. Весь дом будет открыт для всякого, желающего приблизиться к Богу. Мы сейчас вот здесь съездим на кладбище, Женя поедет. И Женя с вами поедет. И мы поедем, поищем там, где она. Все, пример она себе покажет. Я с вами поеду. Я сейчас позвонила на работу, сказала, она часто задержалась. Все, отлично, садимся. Все. Доброе утро. Дима и милость Господи. Мы сейчас подготовимся, пока не тратится. Давайте тратим. Я вышла замуж за то, что он с большой семьи. Что он из верующей семьи. Что он, думаю, не будет ни пить, ни курить. Что он детей будет любить. То есть на таких, которые не нравятся, ты уже насмотрелась. И я вообще не на кого не смотрела. Нет, но увидела, что такое питье, к чему прибудет. Да, да, да. То есть твоя жизнь уже насмотрелась на несчастных этих людей. И себе этого счастья не хотела, в кавычках. Нет, ну вот у моей бабушки, у дедушки, и вот у моей мамы, у отец. Вот они намного, как бы, счастливы пришли. У них вот таких вот не было. Устиновых не было. У нее еще фамилия-то какая? Назарик был. Так а вы в Молдавии-то зачем Назаринко оказались-то? Ну это отца фамилия. Ну да. Ну вы же не молдаванец? У меня дедушка молдаван. А пишешь сейчас ты какая? Русская? А пишу русская обязательно. Дедушка молдаван, мать украинка. А ты пишешься русская? Да. Отец говорит немец, мать терпись, а мы пишем за американцы. Тут есть много хорошего, но это все нужно ввести в русло христианства. В русло любви. Надо просто общаться больше. Да. Не просто там вот пробовать, прочитать церкви. Батюшка скажет три слова. Так, слушай, попробуй. Ну да. А как ты думаешь, если бы... Вот сюда. Левый, да? А вот если бы оказалось так, что мы жили с тобой в одной деревне, потеряем периодом, вот здесь, посмотри. Между нами сохранилась бы эта дружба? Конечно. Ты не сомневаешься, да? Нет, нисколечко. Нисколечко. А Петя бы сказал, запрещаясь Игнатьевым встречаться. Ой, ну подумаешь, а. С тем хотим, тем дружим. Так, дай я провожу. Так, на автобус идешь? На автобус, да. Так, подожди, выйди, Петя, минутку. Подожди, открой сейчас. Подожди, сиди там, я выйду сейчас. Ну что, автобус надо через минут 10. Вылезла, все. Вылезла, я быстро вылезла. Так, спаси Христос. Автобус сейчас через минут 10 будет. Это собачка хорошая. Только руку не сомневаюсь. Так, мы познакомились, и это было проместительно от Бога. Ответ на молитвы. Я много об этом молился. И Бог мне это открыл. Понимаешь, я никак не ожидал, что вот именно в старообряществе я встречусь. И вот такой открытый будет близкий наш разговор. И это не на одну минуту. Потому что наша встреча, это долгодосрочная программа. Я ведь корыстный человек, и поэтому корыствие бывает и духовное. Я надеюсь, что книги не будут вас... Ни в коем случае. Ни в коем случае. Будут читать. Я надеюсь, даже то, что у тебя есть какие-то друзья, там будете когда-то вместе читать с кем. Да такой духовный тумуд будет. И я неизримо буду с вами. Если что-то нужно, будут позвонить, написать, пишите. А кроме того, если в интернет зайдете, там 4124 ответа на вопросы. Там найдешь все. Это тяжелое дело в интернет зайти. Ну, зайдем. Если Господь позволил нам, как говорится, уже состыковаться, то мы можем вполне надеяться на то, что Бог благословит, чтобы это было небесплодно. В такую даль мы ехали, все неопределенное. Мы просто вставали и молились. А что мы на Симске делаем? Ребята, это вас не знают. Бог усмотрит, но мне хочется побывать на могиле моего другого. Ведь возраст, 21 год разница, она нас это не разделяла. Мы были в большее, естественно. И когда меня отмечали, 40 лет. Мы хотел сказать, что мы отмечали. 40 лет. Мы пришли, что мы не отмечали, куда же дорогу, много отмечали. Мы не смотрелся, что мы с собой запретили знать, что мы нашли доходы. Андрей Долгов был, Аня Грузия были, и мы трое горели. И я, кто опоздаешь. Нет, нет, я смотрю, вот тут особо должен быть. Суглаву тебе. Спасибо, Христос. Сохрани в себе это. Мало ли что, в семье. Если Петя что-то будет говорить, скажи, я прошу прощения. Просто прошу прощения. Чтобы не покусился на книге во гневе. Это скамеечку не изломал. Это как его Миша рассказывал про Сережу. Вот он, мама что-то натворит, что-нибудь это там. Ну его мама. Ну что-нибудь ослушается или что-нибудь. Вот он дуется на нее, дуется, дуется. Сережа? Сережа. У него книг тоже целая куча. Потом, значит, она приходит. Сама первая. Сережа, прости ради Христа. Он, садись. За что ты просишь мне прощения? Книги все откроют. Как жена должна сесть? Я говорю, я, конечно, согласна, что жена должна себя так вести. Но пусть уже сначала прочитает друг друга. А потом только жена. Конечно, главное. То, что если Петя у тебя не духовный руководитель, он не этим, он привлек. За мной же она пошла, потому что она увидела как свидетельство. Она это не скрывает. И она хотела, она думала об этом. Я там, вон там несколько невест было. А я один. Первый парень на деревне, а в деревне дом один. И вот это сохранилось на всю жизнь. Она так и считает, что я ее подтягиваю, тяну, и характер нескладный. Но я говорю, тебе одной не спастись. Если она понимает это, отлично. Конечно, муж должен быть строгим, но снисходительным. Жена больше любит строгого мужа. Это говорит Исидор Пелосиут. И это надо просто помнить, понимать, почему. Ну, как попало, дверь не закрыта, любой заходит. Строгого мужа, но не злого мужа. Не злого. Это абсолютно разное понятие. Строгий какой. Допустим, она в утрене не хочет рано вставать. А у меня никогда по этому вопросу не было. Мы стоим 4,40. Если совместной молитвы дома нету, церкви домашней нету. И вот там сатана правит вам. Все дело объединяет утренняя молитва. Ну, и своими словами, чтобы вот салтырь, чтобы обязательно по-русски читали. Обязательно? Я не понимаю славянские вообще. По-русски. По-русски ты поймешь много. Тем более, в Евангелии далее. Возьми себе сумочку с тобой маленьким, заверни в столофанчик. Даже случится, тебя собьет что-то или вору тащит. И он откроет и через это может обратиться. Ясно. То есть у тебя должен быть документ от Иисуса Христа. И любой скажет, да, это была дедущая. Или еще и Иисуса Христа. И ты в каждом деле, вот на работе, встреча, ой, ой-ой-ой-ой. У тебя сумочка, ты где? У меня сумочка здесь. Я сейчас не подорила. Я сейчас не подорила. Ты меня проси. Потрудись. Дай-ка я тебе там. Вот это положу сумочку. Давай. Открой сумочку. Здесь будет разговор о том, что в вашей библиотеке, посчитай. Вот. И ты с кем познакомился, раз. И тут наш сайт. И ты будешь туристы в этом деле, привлекая людей. Да ладно. Ну хватит, хватит мне. Я кому давать буду? Мне мало такого знакомого. На работе всем отпадут. А там пять человек сидит. Пять человек. Пять человек. А если мы не садили, не сели, я в нашем круге садраканчиваю. Поэтому ты хочешь занимайся здесь. И смотри, что она из дома ушла. Да. Если у нее есть что-то, где-то привлекает, ты ее настроен на то, что муж, глава, ну ты и вещь, как сама делаешь, молча. И на молитву. Молитва – это соединение с Богом. Когда мы молимся, мы рассказываем, что нужно сказать Богу. А когда считаем Библию, это Бог нам говорит. Это Его голос достигает в нашем сердце. Так не помню. Да, я не знаю, что это будет. Сейчас спрошу. Бога, кто? Светраница. Давай.